Шарманка Шарманки сейчас производят очень-очень разные. И вот самая обычная шарманка, которые вот те два функции, о которых я говорил, а кроме этого сейчас, допустим, ну так называемые концертные шарманки, где при регистре отодвигается регистр, весь тембр звуковой совершенно меняется. На каком-то этапе шарманщик задвигает этот регистр, выдвигает другой, тембр снова меняется. Поэтому каждое исполнение шарманки, оно уникальное, оно неповторимое. Как вспоминает сам уличный артист, его всегда привлекал образ старого шарманщика. После выхода на пенсию он смог воплотить мечту в жизнь и применить на себе его роль. Поиски, поддержанные шарманки, не увенчались успехом. Музыкальный репертуар большинства инструментов был скуден и незнаком российскому слушателю. Тогда Леонид Гурьянович решил сделать свой инструмент, при том на современный лад. Магнитофон и динамики, звучание практически неотличимо от настоящей шарманки. Шарманку нигде не видела. Напоминает очень, ну, что-то такое сказочное, старинное и просто восторг полный. Я когда вижу, что как минимум половина смотрит на шарманку, улыбается, а у детей горят глаза, я вижу, когда детей не могут оторвать от шарманки, я понимаю так, что я что-то сделал приличное. Не обязательно быть музыкантом, чтобы играть на ручном органе. Главное – само изготовление шарманки. За основу берутся флейты. Когда шарманщик крутит рычаг, он качает меха и распределяет потоки воздуха. Сейчас уличные органы изготавливают лишь в Европе. Цена настоящей шарманки может варьироваться от 3 до 50 тысяч евро. Однако трудности не остановили уличного артиста. Теперь, проявив находчивость, Леонид Иванович выступает в городах Краснодарского края, знакомя жителей и туристов с европейской культурой на современный лад. Никита Бойко, Ксения Сипко, Михаил Григорьев. Анапа. Регион.